В науке о памяти есть несколько предшественников. В России, например, был замечательный психиатр Сергей Сергеевич Корсаков, и он исследовал самые разные нарушения памяти. При интоксикациях, при вирусных инфекциях, то, что не было известно тогда как вирусная инфекция, но как вирусное заболевание, мы теперь знаем об этом. И такие французские психологи и клиницисты, как Шарко и Рибо, очень много внесли в понимание того, как устроена память. Например, закон Рибо, знаменитый, гласит о том, что по мере разрушения памяти, например, при старении, первыми разрушаются воспоминания, которые принадлежат недавней памяти. И чем глубже мы опускаемся в раннюю детскую память, тем более прочной она является. Интересно, что в конце XX века, только в конце XX века, люди, ученые начали понимать, почему это происходит. Но я сегодня расскажу о еще одной линии, которая наиболее ярко развилась в XX веке. Она проистекает от молодого немецкого, трудно назвать, кстати, как, психологом, может быть. Он был философом Германа Иббенгауза. Иббенгауз, здесь мы его видим маститым ученым, придумал несколько крайне остроумных приемов для исследования памяти. Первое, он сочинил карточки с бессмысленными слогами, такими как VUX, CAS, JACK, ZOOP, RIF и так далее. И он нарисовал себе около 2000 таких карточек. Он делал все опыты на себе. Дальше он их тасовал и сам себе предъявлял. Через некоторое время он пытался вспомнить, как много информации сохранилось от этого набора карточек. Что он обнаружил? Он впервые это обнаружил, как научный факт, что в первые минуты он способен запомнить почти всю информацию о этих наборах. Но очень быстро, а это процент сохранения информации, очень быстро, за буквально 15-20 минут объем сохраняемой информации падает до 30-40%. Однако, если он проверял себя через длительное время, иногда недели и месяцы, то оказывалось, что вот этот сухой остаток, около 20%, сохранялся крайне долго. Это позволило ему установить фундаментальную вещь, что наша с вами память состоит из двух фаз. Первая хранит огромное количество информации. Она очень детальна, она очень похожа на фотографическое воспроизведение, но она очень кратковременна. Вторая хранит лишь часть информации, но сохраняет ее долгое время. И Бенгауз понял, что в этот момент существует какой-то переходный процесс. Однако он мало знал о том, что это за процесс, и не исследовал его. Вдохновленные работой Бенгауза, которая вышла отдельной книжкой в 885 году, двое его немецких коллег, психологи из Геттингена, Мюллер и Пельзекер провели исследование на 44-х добровольцах, где воспользовались методикой Бенгауза, добавив одну очень важную вещь. Они тоже показывали своим испытуемым либо карточки Бенгауза, либо произносили слова, это было устное запоминание, либо показывали картинки, это не важно. Но что они дальше делали? Между предъявлением и тестированием они вставляли второй набор информации. Например, показывали одни картинки, потом показывали другие и просили вспомнить о первых картинках. И оказалось следующее, что если показывать второй набор очень близко к первому, то от первого почти ничего не остается в памяти. Если отодвинуть предъявление второго набора на минуты после первого, то информация о первом не страдает. И тогда они поняли, что когда мы запоминаем информацию, в мозге происходит некий активный процесс. Если в это время интерферировать, и они так и назвали эту процедуру, ретроактивной интерференцией, интерферировать с этим активным процессом, дачей новой информации, которая поступает к нам, практический совет, не делайте это, если хотите запомнить что-то, то этот активный процесс нарушается. Но они также поняли, и они написали 300-страничную статью. Немцы писали, как хорошо. Это была статья 300 страниц. Они написали там, что, судя по всему, в период сразу после того, как мы воспринимаем новую информацию, в мозге происходит ее преобразование, переводящее из лобильной, легко повреждаемой формы в стабильную, хранящуюся каким-то образом устойчивую. И, собственно, это и есть вторая фаза в опытах Эббенгауза. Они назвали этот процесс консолидацией памяти, упрощением памяти. Очень быстро врачи и психологи, например, английский клиницист МакДугал, поняли следующую важную вещь, что этот процесс имеет некие реальные основания под собой в мозге человека, каким-то образом связанные с активностью этого мозга, потому что если вместо интерференции, которые использовали Мюллер и Пильзекер, понаблюдать в клинических случаях за другими ситуациями, то оказывается, что у больных с судорогами эпилепсией, а это другой способ, не психологический, а если хотите, физиологические изменения работы мозга, существуют потери памяти, предшествующие развитию судорожной активности. Это говорит о том, что запоминание новой информации требует нормальной активности мозга, а судорожная активность его нарушает. На протяжении следующих 50 лет почти ничего не произошло. Было очень много клинических наблюдений за фазами развития памяти, были описаны разные случаи клинических нарушений памяти, но научного прогресса, теоретического прогресса практически не наблюдалось по сравнению с работой Мюллера и Пильзекера начала XX века. До 1949 года, когда американский психолог Карл Дункан сделал фундаментальную вещь, он показал, что память человека в ее принципиальных механизмах, описанных Эббенгаузом, Мюллером и Пильзекером, не отличается от того, как запоминают новую информацию животные. Он работал с крысами. Он учил крыс, так же, как, если хотите, Эббенгауз учил самого себя с карточками. Крысы должны были запоминать некие условные сигналы и потом реагировать на них. Но дальше он сделал очень хитрую вещь. Он попытался сымитировать приступы эпилепсии, которые, как уже было известно, нарушают консолидацию памяти человека. Он делал это, нанося животным короткий электроконвульсийный шок, прикладывая два электрода к височным областям мозга и на короткую долю секунды, включая ток, который нарушал электрическую активность в мозге животного. Оказалось, что если он это делал сразу же после обучения у крыс, то они не были способны через некоторое время вспомнить то, чему они учились. Если он отодвигал этот электроконвульсивный шок на 15-20 минут, то так же, как в опытах Миллера и Пельзекера, ничего не происходило, информация сохранялась. Почему это было следующее принципиальное продвижение в науке о памяти? Потому что это открыло возможность исследовать в экспериментах массу вещей, которые никогда нельзя было посмотреть на человеке. Например, задать вопрос, а как нервные клетки запоминают новую информацию? И можем ли мы проникнуть в механизмы работы этих нервных клеток, используя модели на животных? В конце 50-х, в начале 60-х годов у ряда ученых, биохимиков и нейробиологов стали появляться идеи, что для того, чтобы наш мозг способен был сохранять какую-то информацию всю жизнь, при, в общем, почти полном обмене белков, когда клетка через несколько недель становится почти новой, не содержит старых белков, что-то должно происходить в макромолекулах, которые сохраняют в клетке долгое время. А это связано с генами. И возникли идеи, что когда мозг учится, то должны происходить какие-то изменения в ядре нервных клеток, запоминающих информацию, и что-то происходит с активностью гена. Только не было ясно и не хватало чувствительности методов 60-х и 70-х годов, белковой химии, химии нуклеиновых кислот, биохимии, для того, расшифровать какие гены нужны для того, чтобы мы запоминали новую информацию. Это стало возможным в конце 80-х годов, когда появились методы геноинженерии, клонирования, и стали появляться хоть какие-то гены, выясненные для нервной системы, работающие в нервной системе. И ряд групп, в том числе несколько лабораторий в нашей стране, решили на пике этого развития молекулярной биологии вернуться к вопросу о том, какие гены работают в мозге для запоминания новой информации. Они пробовали самые разные вещи, и большинство из них кончились неудачей. Кроме одной, которая оказалась достаточно случайной. Она началась с генов, казалось, не имеющих никакого отношения к работе мозга и тем более нашей души и памяти. Это гены, которые в то время назывались прото-онкогенами. Почему прото-онкогенами? Потому что это клеточные аналоги вирусных генов, онкогенов. Онкогены, попадая в клетку, способны трансформировать ее так, что она начинает неконтролированно делиться, она превращается в раковую клетку. Но когда стали изучать такие онкогены, то очень быстро стало ясно, что вирусы захватывают в какой-то момент своей эволюции, превращаясь в онкогены, участки нормальных клеточных генов, присутствующих в нашем организме. Захватывают таким образом, что, может быть, они не имеют регуляторных элементов, позволяющих работе этих генов вовремя остановиться, и поэтому превращаются в такие злокачественные враги наших клеток. Но возник вопрос, а что делают эти прото-онкогены во время нормального развития и жизни организма? И очень быстро возникла логичная гипотеза, что, может быть, они участвуют каким-то образом в делении и развитии клеток в нормальных условиях. Если так, то нужно было смотреть, где эти прото-онкогены работают во время нормального роста, то есть во время развития. и когда исследователи посмотрели на развивающихся эмбрионах мышей, крыс, где работают эти гены, а эта картинка показывает красными местами места, где больше всего работает один из таких генов, то оказалось, что они работают в предсказуемых вещах, местах, связанных с кроветворением, как печень, например, у 19-дневных эмбриона крысы. Но они еще работают в очень активном мозге. В этом тоже нет ничего странного, потому что клетки мозга в этот период активно делятся, мигрируют, дифференцируются, им нужны такие гены. Может быть, эти гены, работающие для контроля развития, нужны и для обучения. И исследователи проверили это в эксперименте, где посмотрели, как работают эти гены у животного, находящегося в домашней клетке, виварии, находящегося в условиях отсутствия какого-то обучения новизны, занимающихся своей обычной активностью. И здесь ярким цветом тоже показаны места, где работает ген. А синим цветом это места, где практически нет экспрессии, нет активности этого гена. Вы видите, что у крысы, которая живет своей обыденной жизнью без какой-то новизны и интереса в обучении, практически не работают эти гены. Но как только она попадает в ситуацию нового обучения, на 15 минут в новой обстановке, где она должна решить какую-то задачу, весь мозг, почти весь мозг, клетки мозга начинают активно вырабатывать белки и молекулы РНК для этих генов. Более того, оказалось, что если избирательно заблокировать в мозге активность только одного такого гена, активирующегося в момент обучения, то можно достичь такого же эффекта, как если заблокировать на 95-97% синтез всех белков. То есть оказалось, что удалось найти бутылочное горлышко, через которое сигналы внешней среды поступают в геном и способны активировать работу клетки на запоминание новой информации. Но память не хранится в одной нервной клетке. Даже если мы поняли очень много о том, как каждая нервная клетка запоминает новую информацию, мы очень мало поняли пока о том, а как формируется память человека. Пожалуй, наиболее знаменитые исследования, наиболее важную линию исследования в 20 веке памяти человека и его мозговых механизмов, были инициированы наблюдением на пациенте, который является пожалуй, самым широко описанным медицинским пациентом в истории медицины. По нему наибольшее количество статей, публикаций, с ним было сделано наибольшее количество исследований. Этого пациента в литературе называют H.M., Генри его имя, и с ним произошло несчастье. Он был очень ярким, умным, интеллектуальным молодым человеком, но у него была тяжелая эпилепсия, которую нельзя было купировать, это была середина начала 50-х годов, нельзя было купировать никакими способами. И тогда американский нейрохирург Уильям Сковел решил осуществить операцию впервые, которую никто не делал. У него были предположения о том, где могут быть участки, связанные с эпилептическими судорогами, и он решил удалить эти области мозга. Вот эти участки. Это участок, который является частью структуры, лежащей под корой головного мозга, называющейся гиппокамп. Функции этой структуры в середине XX века были неизвестны. Казалось, что, может быть, она вообще не нужна. То есть, по крайней мере, никто не мог придумать ничего важного для нее. И Сковел решил, что, поскольку по его ощущениям судороги могли быть связаны с этой частью с височными долями, будет разумно взять и удалить с обоих сторон. Здесь показана операция только на одной стороне. На самом деле он удалил с обоих сторон эту структуру. Когда H.M. Генри проснулся от наркоза, то стало ясно несколько вещей. Первое, что операция помогла. Судороги у него уменьшились. Кстати, не исчезли совсем, они начали потом возвращаться. Но существенно помогла. Но дальше произошло что-то ужасное. он потерял способность запоминать какие-нибудь вещи. Он полностью потерял способность к запоминанию, к формированию памяти. Для него каждый момент, начиная с этого дня и дальше в его жизни, каждый момент был новым. Он описывал свою жизнь как постоянный момент пробуждения ото сна. Вот этот момент просыпания составил всю его оставшуюся жизнь. Более того, он потерял память о ряде событий предшествующих нескольких лет и в таком состоянии без какого-либо улучшения он продолжал жить на протяжении десятилетий. В середине 60-х годов Сюзен Коркин, нейропсихолог, которая работала с ним, стала вдруг обращать внимание на некоторые удивительные вещи. Оказалось, что он ничего не помнит и тем не менее он запоминает какие-то вещи. Например, он способен научиться каким-то навыкам, которые ему показывали психологи. Оказалось, что наша память состоит из нескольких систем. Она не гомогенна в нашем мозге. И одна из них получила название эпизодической памяти. Это то, что мы с вами можем рассказать о происходившем сегодня вечером. Но кроме этого вида памяти есть еще целый ряд систем памяти. Например, есть память о знаниях. Вы можете рассказать об эпизоде, но можете этот же эпизод через некоторое время представить в виде абстрагированных фрагментов знания. Вы можете побывать в каком-то городе, но можете через некоторое время знать, что этот город расположен там-то, что это является столицей такой-то страны. Есть память моторных навыков езды на велосипеде, автомобильного вождения, есть память о освоении музыкальных произведений. Оказалось, что люди, которые теряют память в силу тех или иных причин, например, как произошло с одним оксфордским музыкантом из-за вирусной инфекции, он полностью потерял память и не помнил ничего, способны легко осваивать новые мелодии. И действительно, память может храниться где-то. И существует много указаний на то, что вещи, которые мы считаем полностью забытыми, могут возвращаться. Для этого есть уникальные примеры. Это примеры людей с удивительной памятью. Реальным лимонистом, который известен в литературе и описан, является человек по фамилии Ша, хотя фамилия уже открыта, его зовут Шерешевский. И он был исследован нашим замечательным отечественным нейропсихологом Александром Романовичем Лурией. Его привели к нему, сказав, что кажется, этот человек необычен, он слишком много помнит. Шерешевский вел дневники, и Лурия на основе этих дневников и своего опыта написал удивительно интересную книжку, которая в России называется «Маленькая книжка о большой памяти». Я очень рекомендую вам ее почитать. Он описывает неисчерпаемую память этого уникального человека. Память, которая позволяла ему запоминать сотни и тысячи фактов, ряды и таблицы из бессмысленных слов, букв. И делать это практически без забывания. Лурия проводил эксперименты, когда он возвращался к своим опытам с Шерешевским через долгое время, через 15-16 лет, и спрашивал его, вы помните о тесте, который мы проходили с вами 13 ноября 1936 года? Он говорил, я прекрасно помню, как это все было. Он написал, вы сидели здесь, на вас падал свет вот такой лампы, я сидел в кресле, у вас были такие-то таблицы, а дальше Лурия показывал им эту таблицу, из 300, например, случайно расставленных цифр, и Шерешевский прекрасно вспоминал это. Более того, Шерешевский помнил себя с первых месяцев своей жизни, с первых недель своей жизни, то, что обычно в нашей памяти исчезает, это называется инфантильная амнезия, и мы, как правило, не помним первые годы своей жизни, только люди уникальные, способны сохранить эти воспоминания, как писал в своих дневниках Андрей Белый, очень жалко, что мы теряем это, у Белого была уникальная память, потому что мир, который предстает ребенку до первых трех лет, он совершенно отличается от нашего восприятия мира таким, как мы видим взрослые. Если помнить его, он описывал его как взгляд в расплывчатое окружение, как будто из аквариума. У Шерешевского была другая очень удивительная черта. Он был синэстетиком. Это способность человека воспринимать одну модальность через другую. Например, тогда, когда наши органы зрения подсказывают нам необычные ассоциации, когда мы слышим звуки, они воспринимаются нами как цвета. Или когда мы видим цвета, а у нас возникает ассоциация букв. Или когда мы ощущаем запахи, а они кажутся нам тактильными. То есть мы способны воспринимать, что это шероховатый запах, а это острый запах. Когда мы чувствуем вкусы, они имеют цвета. И так далее, и так далее. Ассоциаций может быть много очень разных. Шерешевский был мощным синэстетиком. Когда его исследовали в Институте неврологии, ему показывали, ему предъявляли звуки, генерируемые искусственным прибором, и на каждую частоту, с каждой интенсивностью он описывал ее. И он говорил, что этот звук имеет такой-то вкус, имеет такие-то зрительные характеристики, он, например, как кислый щит. Он шершавый. Он похож на фиолетовый фейерверк. То есть у него были ассоциации по всем модальностям. И это не случайная вещь, потому что когда через недели и месяцы ему давали тот же самый звук, той же самой частоты, а это прибор, это трудно произвести, он описывал его точно таким же образом. Может быть, это загадка, то есть отгадка к пониманию того, как уникальный мозг Шерешевского был способен запоминать новые вещи. Второе, что известно, что люди, обладающие синестезией, очень вероятно обладают и уникальной памятью. В Англии было сделано исследование, по всей стране искали людей с необычной памятью. И когда собрали около 50-52 человека, то оказалось, что очень большая часть из них имеют синестезию. Почему? И что лежит в основе этого? Последние исследования мозга, построенные на так называемой трактографии, когда можно с помощью магнитно-резонансной томографии проследить связи между разными участками. Показывают, что у людей, имеющих свойства синестезии, сохраняются необычные связи между разными отделами нашего мозга, коры головного мозга, которые обычно исчезают во время детского развития. Дело в том, что когда мозг развивается, в нем закладывается избыток связи, гораздо больше, чем сохраняется во взрослом мозге. В некоторых местах, в некоторых ядрах мозга до 70-75% нейронов, которые возникают во время развития и связи, которые возникают, потом исчезают. У синестетиков часть из этих связей, например, между зрительной корой и слуховой корой, оказываются неисчезнувшими. В них, если хотите, они некие развитийные мутанты. У них не хватает неких трофических взаимодействий, которые приводят к гибели этих клеток или связи. И оказывается, что когда им предъявляют стимулы, имеющие зрительные характеристики, у них одновременно ассоциативно активируется слуховая кора. Я, видите, рассказал несколько историй, они все связаны с уникальными ситуациями либо в медицине, либо в психологии. Вот последний из них. Два года назад неврологи из клиники в Марселе Среднезиноморского института написали статью поразившего их случая. К ним обратился мужчина 41-го года с жалобой на боли в ноге. И когда они начали, не сильные, но тем не менее, и когда они начали проводить стандартную процедуру обследования, они сделали ему заодно, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь неврологических дефектов в регуляции нервов, связанных с движением. Сделали ему магнитно-резонансную томографию мозга. Вот как выглядит наш с вами мозг. Это мог бы быть мозг любого из нас на томографических данных. А это то, что они увидели у этого человека. У него почти не было мозга. все пространство было заполнено разросшими огромными желудочками со спинно-мозговой жидкостью. И только тонкая полоска сжатой коры головного мозга находилась по периферии. Они оценили, что процент уменьшения объема мозга стоял где-то 75%. То есть у него было 25% мозга. Удивительно, что этот человек пришел в совершенно другую жалобу. Он был совершенно нормальный. Они сделали IQ, проверили у него. У него было IQ пониже, там 82. Более того, они сделали некие процедуры терапевтические, связанные с его жалобами на боли в ноге. Боли прошли, и он ушел. Как наш мозг с 25% позволяет делать то, что должен был бы делать мозг стопроцентно? Есть, конечно, начиная с древних методов мнимозина и практики памяти ассоциативной, которыми, кстати, пользовался очень сильно Шерешевский, когда вы необходимую новую информацию ассоциируете с тем, что она у вас есть. Он шел по улице Горького и расставлял мысленно, когда его просили запомнить таблицу с буквами или словами, расставлял слова мысленно по своему маршруту снизу вверх, а потом, когда нужно было вспоминать, он шел и собирал их. Это древний прием. Проблема в том, что такие тренировки, которые существуют в виде руководств, которые существуют в виде специальных курсов, люди нечасто понимают, что это не способ, пройдя этот курс, иметь хорошую память. Этот прием, который очень трудоемкий, нужно применять каждый раз, когда ты хочешь запомнить что-то. Как только ты от этого ускользаешь, твоя память становится такой же, как и была раньше. Более того, это не гарантия хорошей обыденной памяти. Есть совершенно трогательная история про чемпионат. Есть такие чемпионаты по памяти, которые проводятся в разных странах. Есть всемирный чемпионат, который проводится в Лондоне. Есть национальный чемпионат США. И вот в середине, в конце 90-х годов, в 98-м году этот чемпионат выиграла одна молодая дама в Нью-Йорке. И когда с ней начал разговаривать исследователь памяти, который был там, выяснилось, что при том, что она обладает феноменальной памятью использовать такие министические приемы, в обыденной жизни она все забывает. Она говорит, я не могу существовать без этих ярлычков, бумажек, которыми наклеиваю и все, потому что я постоянно забываю сделать то, забываю, где лежит то и так далее. То есть это первый ответ, что существуют приемы, но они трудоемкие, их надо постоянно применять, а не потренировавшись иметь мозг с улучшенной памятью. Второй путь, который очень активно развивается, но он имеет очень сложные этические аспекты. Мы, как исследователи мозга, сегодня знаем соединения, и они находятся в некоторых разработках, а некоторые в клинических испытаниях, которые способны улучшать память, сильно улучшать память, которые способны на животных, например, переводить мимолетную память, которая сразу уходит, в почти фотографическую память. Я работал с созданием нескольких таких соединений, это происходит только в последние годы, последние несколько лет, и я должен сказать, я был поражен, я за 25 лет исследования памяти не видел такого, что животное, которое забывает все, потому что вмещается на очень короткое время в обстановку под влиянием этих препаратов помнит об этой обстановке прекрасно через длительное время, и более того, его можно легко отличить от животного, которое не получало этот препарат. На глаз в виде никакой статистики не надо. Сейчас есть несколько групп, в Англии, например, одна, которая очень активно исследует этот феномен. Есть 4 точки зрения, до конца неизвестно, одна из них неприятная для вас. Она говорит о том, что моменты дежавю это такие микроэпилептические припадки, когда мозг начинает ассоциировать и извлекать связи между элементами, которых на самом деле в реальности не было, то есть за счет хаотической активности. Другая говорит о том, что это более естественный процесс и он имеет под собой основание в физиологических процессах извлечения памяти, превалирует все-таки точка зрения, что это ошибки наших поисков в памяти, когда процесс идет таким образом, когда мы извлекаем какие-то вещи, мы делаем гипотезу, потому что каждый процесс активного извлечения из памяти, это реконструкция того, что было, это не пошел и взял, а попробовал восстановить. Во время этого происходят и некие мутации естественным образом, мутации, я имею в виду рекомбинации. Когда это происходит в процессе извлечения, то дальше извлекаемая ассоциация может проецироваться и на сенсорной области мозга, которая связана со зрением, восприятием, запахом, и начинает казаться, что это событие ощущается как существовавшее, хотя оно сотворено нашим мозгом в результате некого творческого процесса, если хотите.